Друзья, всем привет! Сейчас на фоне распаковки этой посылки я расскажу, что делать после того, как вы получаете посылку с укулентами от меня или от другого продавца, это не важно. Это такое видео для фона, я его и снимать начала тогда поздно, и болтать у меня что-то особо не было настроения, потому что посылка эта застряла в сортировочном центре, и шла долго до меня, волновалась я за некоторые растения. Но там все дошло отлично, только видео распаковки получилось не очень хорошее, без озвучки, скажем так, не очень понятное, поэтому останется просто для фона. Про магазинные растения я уже снимала видео, называется оно «Как спасти с укулент из магазина». Там важно отряхнуть весь грунт, разобрать вот этот огромный шейком земли, по возможности не повредив корни. Если он был залит, а такое вполне возможно, потому что ко мне приезжают растения со склада залитые бывают, важно дать ему просохнуть, а потом только сажать. Но сейчас я рассказываю про растения из посылок, поэтому переходим к ним. Сразу скажу, что тут нет какого-то абсолюта, там делать только так и не иначе, кто-то делает чуть по-другому, чем я, я расскажу просто как удобнее мне. Растения с корнями я сразу, как только распаковываю посылку, сажаю и даю маленько прийти им в себя в грунте 2-3 дня, в сухом грунте. Важно расправить корни с укуленту перед посадкой, чтобы они были как будто такие вытянутые прямо по струнке, иначе растение может не приняться и оно будет там вредничать, болеть или что-то еще. Получается, что дня 3, несколько дней, как приезжают растения, я их не трогаю, сажаю и не трогаю, они маленько адаптируются у меня. А потом дня через 3 я немного капаю вокруг, и потом еще несколько дней не трогаю их, примерно неделю у меня на это уходит. Через неделю снова капаю вокруг. Это такой, знаете, неполноценный полив, но совсем чуть-чуть прокапать надо, чтобы они не засохли, особенно если это мелкие растения. И вот так раз в неделю прокапываю. Но если это поменьше такие растения маленькие, то почаще там, не знаю, раз в 4 дня. Если большое какое-то растение, то раз в 10 дней. Но в основном это средние растения приезжают, и примерно раз в неделю я так капаю вокруг. Когда макушка у растения начинает расти, значит суккулент прижился и уже можно полноценно поливать. Если вы посадите не сразу, а, например, на второй день после того, как посылка пришла, ничего страшного не произойдет. Может вы, не знаю, обработаете растения сначала, если увидите там вредителей каких-то, а потом сажать будете. Кстати, если будете обрабатывать до посадки, то обязательно просаживайте растения, а только потом сажайте. Еще один важный момент. Внимательно, внимательно смотрите растения на предмет вредителей или грибков, как только получаете их. Вообще не важно откуда они, от меня там или от других коллекционеров, или супермаркета у дома. Это абсолютно не имеет значения, потому что когда у продавца очень много растений на продажу, одну букашку он может просто не заметить. Например, когда ко мне приезжают растения на продажу, я их обрабатываю от грибков, от букашек, я их подсушиваю, потом пересаживаю, там и всякое такое. И перед отправкой вам я их тоже внимательно осматриваю, но все мы люди и все мы можем что-то пропустить или что-то проклядеть. Теперь про черенки. Когда я срезаю у себя черенки и укореняю их, я это делаю чаще всего на воздухе, потому что я уверена в том, что они укоренятся, так как черенки крепкие, они не едут в посылки неделю или там две недели, а черенки с посылки я стараюсь посадить. Могу подождать воздушных корней несколько дней, но чаще всего сразу сажаю. Как мы это делаем? Мы сажаем черенок и поливаем его не под ствол, а подальше от ствола, желательно по краю горшочка, ну то есть у нас маленькие горшочки для растений, все вы это знаете прекрасно, да, по диаметру розетки. И мы чуть-чуть подальше от ствола поливаем растения, чтобы на ствол и на само растение, на листья вода не попадала, буквально пару капель. И здесь мы снова ждем дней 10. Потом поливаем по капельке снова подальше от растения и опять ждем. То есть в целом мы ждем примерно дней 30, поливая раз в 10 дней, вокруг растения не под корень, то есть растения мы не задеваем, а вокруг, чтобы там наросли такие крепкие, хорошие корни. Растение будет морщиниться, вообще ничего страшного, смотрите, чтобы оно конечно не засохло, если это какой-нибудь малек, а среднему растению так будет вполне нормально. И примерно через месяц мы достаем его из грунта и смотрим, там должна появиться хорошая такая кучка корней. Если корней нет, ждем дальше, потому что есть особо тормозящие особи, важно, чтобы там ничего не загнило, естественно, посмотрите. Но есть такие тормоза, для них я, кстати, снимала видео отдельное с разными способами корнения. Если корни уже есть, то мы сажаем на постоянную основу и поливаем нормально. И еще, если это ваши первые суккуленты, а если вы смотрите видео, это скорее всего ваши первые суккуленты, или там вторые, или третьи, но скорее всего первые, пожалуйста, изучите матчасть. Посмотрите, как делать грунт. Грунт обязательно должен быть рыхлым, чтобы был доступ воздуха к корням суккулента. У меня есть видео про грунт, про полив, есть видео про свет, есть видео о завыращивании суккулентов. В общем, все есть на канале, смотрите, изучайте. И важно, что свет, грунт и полив, это такие три кита выращивания суккулентов. Ну и еще горшки правильные. Если хотя бы один из них подкачает, то растение либо будет не очень хорошо себя чувствовать, либо растения могут просто погибнуть. Поэтому перед тем, как сажать свои первые суккуленты, важно немного ознакомиться с агротехникой. На самом деле, выращивать суккуленты это очень просто. Короткое такое видео получилось, но вроде бы все рассказала. Если будут вопросы, обязательно задавайте, пишите в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр. Всем вам желаю хороших, здоровых и крепких растений. Пусть они радуют вас. Всем пока-пока.